Вынужден в очередной раз констатировать, что российские автомобилисты продолжают оставаться одним из главных объектов поборов для нашего государства, дойной коробой для бюджета всех уровней. И, увы, некоторые последние действия наших властей, так сказать, в очередной раз подтверждают этот печальный тезис. Прежде всего, речь идет о принятом решении повысить акцизы едва ли не на 3 рубля с литра бензина. При всем при том, что обещание, сделанное в свое время вице-премьером Сергеем Ивановым, отменить на этом основании транспортный налог, выполнено не будет. Да, регионам будет предоставлено право сократить его практически вдвое, предоставлять новые льготы, но учитывая, что в регионах и так очень мало денег, ожидать подобного рода послабления не приходится. А вот то, что бензин существенно подорожает, это совершенно очевидно. Тем самым продолжается политика, которая была заявлена в председательном правительстве еще полтора года назад, что социальные проблемы будут решаться не за счет ограничения, так сказать, олигархических структур крупного капитала, а прежде всего за счет среднего класса, к коему принадлежит подавляющее большинство автовладельцев. Предполагается также и другая вещь. Минфин заявил о том, что есть необходимость повысить тарифы на ОСАГО, обязательное автострахование, и скорее всего они возрастут к осени на процент, а так на 30, что весьма ощутимо, особенно для самой бедной части наших автовладельцев. При этом совершенно непонятны мотивы и основания подобного рода решений. Ведь согласно закону страховые компании должны тратить на выплаты не менее 80% средств, полученных от страховых премий, то есть от тех денег, которые они собрали у нас в качестве тарифа. До сих пор эта цифра не достигнута и в среднем она составляет где-то процентов 57-60 по стране. Но самое главное, если верить победным реляциям руководства ГИБДД, у нас за последние годы произошло существенное снижение аварийности и смертности на дорогах. А значит должно иметь место и сокращение выплат. Откуда же тогда в опле страховых компаний о том, что им не хватает денег, о том, что в условиях кризиса им так тяжело живется. То есть явно здесь какие-то свои другие проблемы пытаются решить за счет ОСАГО и, увы, государство в очередной раз, судя по всему, пойдет на поводу у страховщиков. Кроме того, казалось бы, в условиях кризиса можно было позаботиться о автомобилистах, а если точнее, о всей дорожной инфраструктуре, если учесть опыт других стран. Скажем, в странах Европы, Соединенных Штатов Америки, в Японии в период глобального кризиса увеличено и существенно увеличено финансирование дорожного строительства и ремонта. В нашей же стране все произошло с точностью, но наоборот. То есть дорожное строительство и ремонт сокращены, финансирование, так сказать, ослаблено, и об этом говорится чуть ли не с гордостью, якобы тем самым государство обеспечивает исполнение своих социальных обязательств. Логика совершенно, как мне кажется, не рыночная и не социальная, поскольку именно дорожное строительство способно, так сказать, аккумулировать все необходимые ресурсы и быть тем локомотивом, который, так сказать, вытаскивает всю экономику из кризиса. Ничего подобного у нас не происходит и, увы, нам сейчас приходится догонять. Запоздало решение о восстановлении дорожного фонда, который принято президентом Российской Федерации в сложившихся условиях, то есть в условиях коррумпированной экономики, так сказать, политической системы. И, увы, все-таки вот этой политики правительства, которые раз за разом решают все основные проблемы за счет класса автовладельцев, Так вот в этих условиях, как кажется, дорожные фонды мало что дадут. И я не исключаю того, что к осени и к зиме мы получим новый виток социальной напряженности, новые акции автомобилистов. И я думаю, что вот если эта политика будет продолжена, в конце концов, люди за рулем осознают один простой факт. Пока жестко не требуется власти реализации своих законных интересов, власть будет действовать в обратном направлении. Надеюсь, что эта истина будет осознана, как той, так и другой стороной. И все-таки самые неприятные меры, которые нас ожидают, если верить заявлению правительства, все-таки будут по меньшей мере смягчены.